Техническое описание кода неисправности OBD2, датчик положения, положение дроссельной заслонки, педали, д, диапазон, рабочие характеристики Что это значит? Этот диагностический код неисправности, DTS, является общим кодом трансмиссии, что означает, что он применяется к транспортным средствам, оснащенным OBD2, несмотря на общий характер, конкретные этапы ремонта могут отличаться в зависимости от марки, модели, Датчик положения дроссельной заслонки представляет собой потенциометр, который измеряет величину открытия дроссельной заслонки, когда дроссель открывается, показания, измеренные в вольтах, увеличиваются, модуль управления силовой трансмиссией, PSM, является основным компьютером, управляющим транспортным средством, и он подает опорный сигнал 5 В на датчик положения дроссельной заслонки, TPS, и, как правило, также на землю, общее измерение, на холостом ходу равно, 5 В, полный газ равно, 4,5 В, Если PSM обнаружит, что угол дроссельной заслонки больше или меньше, чем должен быть для определенного числа оборотов, он установит этот код, D, относится к конкретной цепи, датчику или области конкретной цепи, возможные симптомы. Симптомы кода неисправности P2121 могут включать в себя, подсветка контрольной лампы неисправности, MIL, проверьте лампочку двигателя или сервисный двигатель, скоро загорается, прерывистая остановка при ускорении или замедлении, дует черный дым, при ускорении нет запуска причины, код P2121 может означать, что произошло одно или несколько из следующих событий, TPS имеет разрывное замыкание или короткое внутреннее замыкание жгут проводов ведет к разрыву или короткому замыканию в проводке, плохое соединение на TPS BPSM, менее вероятно, вода или дорозия в разъеме, или датчик возможные решения 1, если у вас есть доступ к диагностическому инструменту, посмотрите, какие показания холостого хода и WOT, широко открытая дроссельная заслонка, для TPS, проверьте, соответствуют ли они техническим характеристикам, указанным выше, если нет, то замените TPS и перепроверьте, 2, проверьте наличие прерывистого обрыва или короткого замыкания в сигнале TPS, чтобы сделать это, вы не можете использовать инструмент сканирования, вам понадобится осциллограф, причина в том, что средства сканирования берут выборки из множества разных показаний только по одной или двум строкам данных и могут пропустить прерывистое пропадание, подключите свой осциллограф и наблюдайте за сигналом, он должен плавно подниматься и опускаться без выпадений и скачков, 3, если проблем не было замечено, выполните тест покачивания, сделайте это, покачивая разъем и проводку, следя за рисунком, это выпадает, если это так, замените TPS и перепроверьте, 4, если у вас нет сигнала TPS, проверьте 5 вольт ссылки на разъеме, если он присутствует, проверьте цепь заземления на обрыв цепи или короткое замыкание, 5, убедитесь, что сигнальная цепь не 12 вольт никогда не должно быть напряжения батареи, если это так, очледите цепь на предмет короткого замыкания на напряжение и устраните неисправность, 6, проверьте наличие воды в разъеме и при необходимости замените TPS. Продолжение следует...